В старину говорили, масленица пришла, значит весна стоит у порога. Сначала масленицы хлебосольные хозяйки взяли из-за сковородки и начали печь блины. Главный символ древнего праздника. Наша съемочная группа на этой неделе побывала в гостях у семьи Соколенко. Как у них проходит масленичная неделя, смотрите в репортаже моих коллег. На масленицу принято веселиться про запас. Ведь долгие семь недель после православные будут поститься, почитая религиозные каноны. На Руси в эту неделю было принято веселиться, печь блины и ходить в гости к родным и друзьям. Блины – основное угощение и символ масленицы. Их пекут всю неделю, но особенно много с четверга по воскресенье. В большой семье Соколенко из хутора Прикубанского эта традиция соблюдается почти каждую неделю. У Веры Алексеевны двое детей и четверо внуков. Каждую неделю она печет для них блины. На литр молока ложу четыре яйца. И где-то стакан воды наливая. И немножечко, наверное, ложечки слива масла растительное. И все, соль, сахар, пластик. И блинчики за усынью. Существует множество рецептов и хитростей, которые помогут приготовить вкусные блинчики. И, конечно же, у Веры Соколенко есть свои секреты по приготовлению теста для этого лакомства. Но гостеприимная хозяйка раскрывать их не стала. Если я кому-то рецепт расскажу, потом не получается. Вот правда. Пирожки такие классные я всё время делала. Поделилась рецептом. Ну, как мне это не стараюсь, ну, не получается. Всё равно, вот что-то не то. И так же вот блин. В масленичную неделю вся семья практически каждый день собирается вместе, признаётся родная сестра Веры Соколенко Екатерина Афонченко. Ну, обычно мы собираемся, конечно, на вечер, когда вот, ну, дети приезжают с работы, все вот, зятья вот приезжают, и мы садимся и начинаем масленицу встречать и провожать. Уже последний день, когда это самое… Ну, мы, да, обычно на последний. Классно. Классно. Все традиции мы так и чтим. Под хорошую песню любое дело спорится. А в семье Соколенко без песен и танцев ни один вечер не проходит. И это неудивительно, ведь Вера Алексеевна – личность творческая. Она участница народного хора «Нивушка» Хутора Прикубанского. «Нивушка» «Нивушка» Все-таки главная прелесть блинов не в их приготовлении, а в поедании. Если вы ещё не успели попробовать традиционное масленичное угощение, у вас ещё есть время. Что ни день, то праздник. За это и любят масленицу. За жироту и удаль, так созвучную русской душе.